И всем снова добрый день, вечер, ночь. Не знаю, что там у вас. Я сейчас гулял, гулял и, как говорится, забрел. Мы сейчас находимся буквально на самом краю квартала Little India. Ну, он туда, конечно, еще в ту сторону чуть-чуть вроде как продолжается, но это уже не гетто. Это уже, вот смотрите, строят новые какие-то конды, LDB. Скорее всего, это LDB, кстати, судя по строениям и судя по тем бакам на крыше с водой, да. Вот. Там дальше какие-то муниципальные здания. И мы сейчас с вами, чтобы просто добить эту серию замечательных видео 360 про бэкстрит в квартале Little India, потому что у меня уже вышла серия про бэкстрит в Гейланге, бэкстрит на Ботвей, бэкстрит в Чайна Тауне. Но вот в Чайна Тауне я снимал мало, я на днях, скорее всего, серию еще поснимаю. Вот мы сейчас, ребята, с вами прогуляемся буквально по последнему куску Little India, наверное, на сегодня. И, как говорится, тут уже отснято все, что могло быть отснято, поэтому сейчас просто, как говорится, идем, смотрим и наслаждаемся. Мусором, грязью, все. Шучу, шучу, конечно. Чувак, тележу где-то надыбок. Молодец. Наверное, на цвет меток сдаст. Они что-то прикольненько. Более занятны, чем в туристических кусках. В туристических кусках там вообще, конечно, жопа полная. Это что? Либо они тут делают обувь, либо они тут убивают людей таким способом. Ну, это сразу ясно. Там барбершоп. Полотенчики сушат. И, да, заметьте, вот мы вышли на самый край Little India, да, то есть вот тут больше уже даже China's квартал, чем индийский. И тут, замечу, намного чище. ДОС, дисковая операционная система. Прикольно. Ну, намного чище, это, конечно, если вы сейчас из Беларуси мое видео смотрите, да, то... Жесть, конечно, да, грязь, разруха и разврат. Вот, а с моей точки зрения, после выхода вот из Little India, да, намного чище. Смотрите, а у нас там под крышей храм спрятан. Хотите, обойдем вокруг, посмотрим. Ну, я, ну, я сегодня вот не в храмовом настроении, у меня ботинки... Долго снимаемые, а приходим во все местные учреждения вот такого толка, необходимо снимать ботиночки. Поэтому, если просто так вот подойдем и посмотрим, что там за забором, я вообще не знаю, что там не за забором, но лучше где-то, чтобы приходить выше, да, где-то, да, где-то там гасит. Шторки. Наверное, там что-то тайное будет. Я надеюсь, меня за это не расстоит, да. Вот. Да. В следующий раз надену шлиперсы, и мы с вами обязательно пойдем смотреть уже все это внутрь, и мы пройдемся по храмам и религиозным учреждениям всех местных конфессий. Вот. Но пока что мы вот в таком виде ходим по Little India, потому что, как я уже говорил, к сожалению, во многих местах тут немножко грязно, да, и поэтому у меня сегодня вот обувь для того, чтобы ее можно было дома помыться с керхера, сжечь и выкинуть, или выкинуть и сжечь, как не так. Потому что... Потому что это не гигиенично, вот, смотрите, маленький этот жим-бокс, там ремонт идет. Смотрите, берут и между зданиями устраивают еще одно. Причем стенки у них общие, зачастую. Начинает появляться чуть больше говна, и, соответственно, начинает появляться... Ну, начинаем понимать то, что мы приближаемся все-таки ближе к... Основной Little India, где есть чего посмотреть, потыкать, потрогать и куда вляпаться. Заметьте, это двухуровневая парковка в, так сказать, местном варианте, да. То есть у вас есть машинка, вот, и когда у вас есть машинка в Сингапуре, но есть очень мало места, а эта машинка что-то типа Ламборджини, вы берете и заводите вот на такую двухуровневую парковку, которая, ну, вот сколько, раз, два, три, ну, три с половиной где-то метра высотой, да, и вот идут гидравлические подъемные стенды, да, чтобы можно было загнать ламбу наверх и загнать ламбу вниз. Сейчас его тут, соответственно, шесть ламборджини уже помещается. Блин, а я в своем особняке мучаюсь с тем, как разместить три. Надо такую же штуку поставить. Так, храм китайский, не пойдем. ХДБ, и очень чисто. Не пойдем. Пойдем на основную улицу. Ну что, а, ну да, кстати, в районе Литл-Индия все-таки можно ходить вот так вот, в районе части, потому что, блин, в будущее время поступай, как римляне. Вот. Сейчас я девушку сниму, а не в смысле девушку сниму, а в смысле девушку сфотографирую. А то вы все-таки пошлые. Все, вышли обратно на какую-то туристическую улицу. Будете в Сингапуре, и особенно в этих районах с детской коляской, сразу же, ребята, учитывайте то, что тут такие вот перепады высот, поребрики и прочее. И вы задолбаетесь в коляску вверх-вниз дергать, стаскать и поднимать. Серьезно, не советую. Все закрыто. Будний день, середины дня. Вечер в пятницу еще не ступил. Поэтому со всеми прощаюсь. Если будет что-то интересное, я специально для вас подсниму еще. А сейчас я побегу покупать для этой камеры водный чехол, чтобы показать вам подводный мир Сингапура. Я собираюсь пару-тройку в реку занырнуть и показать вам рыбку лицом к лицу. Все. Продолжение следует...